Приветствую всех любителей бокса! Несмотря на усталость и желание свалиться и хотя бы пару часов вздремнуть, итоги прошедшего уикенда все-таки надо подвести. Начнем мы это самое подведение с главного поединка вечера бокса, который состоялся в Бинане Филиппины на Бинан Футбол Стадиум и в этом поединке изначально бойцы это Викторио Салюдар и Роберто Парадеро должны были оспаривать вакантный титул чемпиона мира в минимум вейт, но что-то у них не сложилось и на кону получилось в общем интерим WBA в минимум вейт, то есть право обладания временным поясом чемпиона. Мы проспект, не проигравший ни одного своего поединка Роберто Парадеро выиграет этот бой и к сожалению наша ставка не сыграла, поскольку, ну если говорить честно, Парадеро делал больше, наносил куда больше ударов, только с результативностью у него не складывалось. Свою очередь Салюдар бил меньше, но точнее и в принципе на картах двух судей Салюдар побеждает, справедливо это или нет уже как бы поздно пить боржом, вот почки уже отвалились, так что Роберт Парадеро получает первый проигрыш, на наш взгляд несправедливый, но что поделать. Далее мы переносимся в район Лондона Уэмбли на СС и арену, где титул чемпиона Европы по версии Европейского боксерского союза в полусреднем весе защищал Дэвид Аванесян против Джоша Келли. Мы здесь также немножко оплошали, но в принципе у нас есть оправдание, потому что Джош Келли довольно-таки быстро сдох, он взял высокий темп, он неплохо переигрывал Аванесяна на ногах, только вот его встречные удары вот как раз остановить Аванесяна не смогли. Вот знаете, вот комментируя этот поединок, мне пришла в голову вот такая сентенция, что существует разная степень зрелости, да, есть там половая зрелость, там интеллектуальная зрелость, а есть еще зрелость боксерская. И вот Джош Келли против Дэвид Аванесяна выглядел таким незрелым проспектом боксером, который вот впервые обделался в настоящих мужских руках, уразумев наконец-то, что какая бы у тебя не была феноменальная работа ног, как бы ты, собственно говоря, не успевал отыграть и не успевал там бросать навстречу, если у тебя в варежках нет динамита, если ты не можешь хорошенько стопануть соперника, чтобы тут же подойти и бахнуть его, у тебя, к сожалению, ничего не получится. Келли стоял и падал, в общем, до того момента, пока в шестом раунде не случилось, в общем, два нокдауна, и после второго падения в шестом раунде секунданты Келли выбросили в ринг полотенце, в общем, собственно говоря, и под делом. Победа Дэвида Аванесяна довольно-таки уверенная, и он доказал, что, в общем, стальные бубенчики в ринге кое-что дозначит. Далее мы переносимся в Красноярск на арену Вегас Сити Холл, где главный поединок вечера бокса проводил Федор Чудинов, которого почему-то представляли чемпионом мира по версии WBA Gold. Нифига, этот статус звучит как чемпион WBA Gold, и он абсолютно ни к чему не обязывает, кроме, в общем, ходить вот с этим поясом WBA Gold и еще, в общем, сопровождать это все дурацкой улыбкой на лице, давая тем самым понять людям, что ты вот чемпион вот именно WBA Gold. И соперник Федора Чудинова был Айзек Челембо, которого я ко всему своему стыду несправедливо оценил. Челембо оказался действительно зрелый боксер, который просто взял и избил Федора Чудинова. Реально, Чудинов, ну я не знаю, хренов там говорит о каких-то чемпионских боях Федора Чудинова, о том, что он в скором времени там сможет бросить вызов топам Super Middleweight. Да ни хрена он не сможет бросить. Первый же попавшийся топ, тот же самый Райдер, там не знаю, Дэвид Джейкобс, вот, или кто-то еще просто уничтожит Федора Чудинова, размазав его, как вот, ну не знаю, там размазывают грязь или там мороженое по футболке или куртке. Челембо просто носовал навстречу, и я в ответ Чудинову, который не показал никакой-либо защиты корпусом, никакой-либо там тактики, он просто шел вперед, получал там, естественно, там раздавал, но Челембо должен был победить. Ну как, как, как можно победить Федора Чудинова? Да никак не можно победить, поэтому дали и ничью. Ну, а я сейчас просто вернусь к записи, потому что тот Паноптикум, Шапито и Кунсткамера, которая была в андеркарте, вот, просто читать надо, я не запоминаю вот этих всех персонажей. Ну, на самом деле, давайте, что меня возмутило, да, то есть, в принципе, ко всем парням, которые выходили в ринг, я питаю глубокое уважение, поскольку я сам такой, я не боксер, я выхожу и боксирую в основном в белых воротничках, потому что мою профессиональную лицензию никто продлевать не хочет, увы, возраст. Поэтому я их понимаю, но только в разрезе белых воротничков, когда ты боксируешь 4 раунда или там 3 раунда по 2 минуты и, собственно говоря, все. Но когда ринг-анонсер с дебильной улыбкой на лице говорит, что первый профессиональный поединок, вот, проводит такой-то и такой-то, ну, хочется просто встать и подойти, дать пощечину этому ринг-анонсеру за то, что он выдает желаемое за действительное. Итак, в первом бою Денис Вальданов и его уменьшенная копия в виде Максима Новоселова произвели всегда, провели весьма интригующий поединок, где 190-килограммовый Вильданов сдох уже в начале второй минуты второго раунда, опустившись не сколько на колено, не сколько от удара в корпус от Новоселова, сколько от того, что он выдохся. И пусть он встал и продолжил поединок, было видно, что со 190 килограммами ты, ты, чем больше ты работаешь, тем быстрее ты вздыхаешь. Это, собственно говоря, и произошло в конце второй минуты четвертого раунда. Вот этот самый мистер Бицепс бахнулся на канвас и, собственно говоря, поединок был остановлен. Далее шапитошный бокс продолжили псевдо-чемпион Африки по кикбоксингу Тайсон Дижон. И Вячеслав Дацик. Ну, а Дацик-ка что, не взять, не взять. Он берсерк, он бахнутый на всю голову и делает то, что, собственно говоря, умеет. И в этом ему огромный респект. А вот если ты вот этот вот Дижон, Пижон и прочие там рифмы подбираете, если ты, мне, чемпион Африки по кикбоксингу, у тебя же есть какие-то, должны быть, по крайней мере, понятия о передвижении на ногах, о работе корпуса, о встречных ударах. Ну, разница весит, понимаю, там довольно-таки существенная. Но, мне, чем больше шкаф, тем громче падает. Самое главное, чтобы удар был разогнанный. Ну, а вот этот вот псевдо-чемпион Африки по кикбоксингу, я посмотрел записи, собственно говоря, не нашел ничего подобного. Этот Дижон проживает в Санкт-Петербурге. Вот, и в Африке давненько, собственно говоря, уже не был. То есть, на 20-й секунде четвертого раунда вот этот Дижон был выдавлен Дациком за канаты. Его затолкали обратно. Он встал на колено и, в общем, собственно говоря, выслушал счет рефери. И завершили бои клоунов. Этот поединок Михаила Кокляева против Артема Тарасова. Честное слово, я не знаю, какой там Тарасов видеоблогер. Я посмотрел несколько его боев в ММА. Это полный, в общем, отстой. И, в принципе, то, что этот отстой, показал поединок против Кокляева. Кокляев, ну, раскачанный, ну что, он ударить толком-то не может. Вот, ну, просто Кокляев передавил этого Тарасова своей массой. Довольно-таки неплохой, в общем, плотностью ведения. Ну, не бой, а преследование. И победил, в общем, решением судей. После этого обязательно надо идти мыть руки, чистить зубы, принимать душ. Проводить общую санитарно-эпидемическую обработку. Чтобы, в общем, почувствовать себя чистым. Теперь мы переносимся на арену Мохаган-Санказина. Анкасвиль-Коннектикут в главный поединок андеркарта. Где Доминик Брезил вчистую, вчистую проиграл Отто Олину. Закончив бой с вот такенной гематомой на правом глазу. И начинающим распухать вот левым глазом. Мне, честное слово, я считал, что Доминик Брезил куда более мудрый боец. И прекрасно понимает, что его тактика медленного такого вот бойца, который подходит и пытается ударить сильно, против Олина не сработает. Олин показал неплохую работу ног в поединке против Тайсона Фьюри. Когда он себя поверил. И, в принципе, весь поединок прошел как под одну копирку. Где Брезил старался как-то запереть возле канатов Отто Олина. Отто Олин хорошо отрабатывая встречными ударами. Иногда очень акцентированными, очень неприятными. Но уже во втором раунде гематома начала закрывать правый глаз Брезила. Это о чем-то-то говорит. После нанесения ударов отрабатывал на ногах. В принципе, не давая Доминику за себя зацепиться. 10 раундов одного и то же. Брезил подходит, получает. В некоторых эпизодах Доминик Брезил пытался отработать, как в своих прошлых поединках. То есть, получив оплеух, он тут же вспыхивал ответными действиями. Но вот в случае с Уоллином хрен получалось. Потому что Олин после того, как нанес удары, тут же уходил в сторону и в большинстве случаев за спину Брезила. И Брезил, знаете, как Джон Траволтон, где я, да? И победа, в принципе, Отто Олина вполне заслужена. Победа единодушным решением. Тут вопросов нет. И главный поединок на арене Мохаган Сан-Казино – это возвращение после двухлетнего простоя Эдриана Бронера в поединке против Джованни Сантьяго. Мы прекрасно понимали, что навыки, которые у Эдриана Бронера основательно, в общем, притупились, заржавели. Ну, возобновить не удастся. Поэтому мы, в принципе, понимали, что Бронер, который лишен скорости, лишен нокаутирующего удара, будет работать вот на тех остатках своего высококвалифицированного некогда бокса. И это у него получалось. Правда, получалось в большинстве случаев избегать точных ударов от Сантьяго. Сантьяго, правда, не всех, но вот самому наносить удары у него получалось-то не очень. Либо он, в принципе, попадал по сопернику, что было очень редко. На протяжении всех 12 раундов большинство ударов Бронера просто не долетали до Сантьяго. Ну, а если долетали, то Бронер не всегда успевал оттянуться или отработать и пропускал как навстречу, так и в ответ. В принципе, если говорить о работе Бронера на победу, то она где-то началась после пересечения экватора поединка. Знаете, есть такое выражение, там, продышаться, почувствовать ринг, там, прочувствовать себя. И вот Бронер, наконец-то, прочувствовал, особенно когда Джованни устал. Бронер стал выглядеть просто красавчиком. Но, опять же, с результативностью, с точностью ударов у него были очень большие проблемы. И, в принципе, надо отдать должное Сантьяго. Он, как бы, зарядил бой. Зарядил бой довольно-таки неплохо. Но, опять же, вот отсутствие высокой квалификации, умение создавать ситуацию, понимая, когда нужно взвинтить темп, когда нужно просто раздергать там, чтобы создать ситуацию и потом уже атаковать. Увы, этого вот в арсенале Сантьяго не было. Поэтому он действовал прямолинейно. И в большинстве случаев вот эта его прямолинейность просто помогала Эдриану Бронеру, опять же, на основе своего опыта, успевать увидеть удары и, естественно, на них реагировать. Бой закончился победой Эдриана Бронера. Довольно с большим преимуществом, что нам кажется несправедливо. Хоть мы и ставили на победу Эдриана, но здесь мы должны сказать, что, на наш взгляд, Джованни Сантьяго обокрали. И в послематчевом интервью, когда, в общем, Сантьяго спросили, удивлены вы результатом, он говорит, нет, я не удивлен результатом. Я знал, против кого боксирую и кому, в конце концов, отдадут победу. Ну, Бронер вернулся, показав то, что, в общем, как бы ему надо вернуться в зал и снова и снова работать. И вот каким уже будем, увидим ли мы настоящего того Бронера до того, как он, в общем, получил по голове от Майдана, вот покажут его уже следующий поединок. И вот он, главный поединок у икенда. Зона Баббл, комплекс МЖМ Гранд, Лас-Вегас Невада и чемпион мира по версии WBC в первом легком весе Мигель Бирчельт, проигрывая нокаутом в 10 раунде Оскару Вальдесу, теряет свой титул. Этот поединок представляли как противостояние, там, продолжение противостояний Марка Антонио Баррера против Эрика Моралеса. На мой взгляд, это было не так. Моралес и Баррера были, ненавидели друг друга лютой ненавистью и выходили в ринг не столько, чтобы вести бой, сколько, в общем, сломать своему сопернику то, что можно сломать ударом в варежке. Здесь в поединке, в принципе, что Мигель Бирчельт, что Оскар Вальдес, начали работать согласно своим стилям. Бирчельт подавливал, Оскар отходил, Бирчельт старался зацепить бороду или голову или корпус Вальдеса ударом с дистанции, чтобы потом развить атаку. Вальдес пытался либо ударить навстречу, либо, собственно говоря, принять удары Бирчельта на блок, либо уклониться и тут же ответить в ответ поединок. Вот первые три раунда был такой довольно-таки спокойный. Каждый не хотел рисковать, понимая, что если я сейчас пойду вперед, я же раскроюсь и отхвачу навстречу, либо в ответ, а мне этого делать не хочется. Дай-ка я посмотрю, что мой соперник делать будет. И это все, в общем, собственно говоря, продолжалось достаточно нервно, достаточно напряженно, пока вот в четвертом раунде, в конце четвертого раунда, в висок Бирчельт не пропускает боковой от Вальдеса. Его бедного так кошмарнуло. Он, блин, как он устоял на ногах, я до сих пор не понимаю. Я еще больше не понимаю, как он выстоял под этими спуртами Вальдеса. Но чести Бирчельта хватило ему минуты, чтобы восстановиться в пятом раунде. Он опять стал накатывать, но что мы себя обманываем? Было видно, что Бирчельт уже не тот на ногах, у него пропало чувство перспективы, то есть он уже не может трезво оценить дистанцию до соперника. И вот эти вот постоянные передвижения, он все воспринимал с секундной задержкой, знаете, когда идет рассинхрон звука и видео, да, точно так же. То есть Оскар пошел вправо, а Вальдес только, знаете, как смотрит-смотрит, и только потом уловил движение, что Оскар уходит от него. В принципе, после таких пропущенных ударов, это, скажем так, ну, не мудрено, что такое случается. И, казалось бы, вот, ну, то есть Бирчельт проигрывал вот за счет ударов бой, на мой взгляд. Ну, и когда он, казалось бы, там, в шестом, в седьмом раунде вроде бы как воспрял духом, понимая, что нужно побеждать и побеждать нокаутом. Ну, в общем, для него все закончилось. Все вы видели. За секунду до гонга прилетает в бороду Бирчельта левая варежка Вальдеса, и Бирчельт просто рухнул на канвас без сознания, проиграв бой, утратив свой титул. Вальдес радовался как ребенок. Вот, и я поздравляю всех тех, кто топил за Вальдеса. Я топил за Бирчельта, и я теперь должен Ярику Русынюку бутылку вкусного вина. Так что, в общем, проиграл я наш спор. Вальдеса после, как бы, скажем так, объявления победителя на носилке, скорую помощь и в госпиталь. Бирчельта, прошу прощения, на носилке и в госпиталь. Ну, а Вальдес банкует. Вот такой вот обзор вечеров бокса. Ребята, поединки будут появляться, полные версии поединков будут появляться постепенно, как только я их порежу, просчитаю и выложу на облако. Вот, более детальный разбор во вторник, 18.30, в программе The Ring Show. Мы представим, кстати, вам несколько новых рубрик. Надеемся, что вам они понравятся. Ну, и извините, если что-то было не так, как мог, собственно говоря, после 12 часов работы, так и проанализировал все. Ну, а вы подписывайтесь, нас уже 4 тысячи. Это очень здорово, ребята. Так что теперь у нас 5 тысяч, вот, новая цель. Поэтому буду рад новым подписчикам, буду рад вашим комментариям, лайкам, дизлайкам, просто вашей реакции, когда вы реагируете на мою работу. Это очень приятно, это очень стимулирует. Зосим, разрешите откланяться, пойду я спать. На самом деле не пойду я спать. Сейчас мне нужно порезать видео, выложить все. Сейчас смонтир, блин, еще столько работы, какой спать? Субтитры сделал DimaTorzok